Их дело важная страница в истории страны. Их служба это подвиг, заслуживающий уважения и признания. А 92 года всего лишь небольшой отрезок времени. Краснознаменная Познанская железнодорожная бригада принимает сегодня поздравления. Железнодорожные войска это стальные вены нашей страны. Кто как не вы понимаете значимость военное время, снабжение фронта всем необходимым вовремя и без сбоев. Вооружение, боеприпасы, продовольствие, личный состав. И альтернатив железной дороги и альтернатив железнодорожным войскам ни в мирное время, ни в военное время, в настоящее время не существует. Свою историю бригада ведет с 1932 года. Новосибирск, Свердловск, Челябинск, Мысовая, Дальний Восток. Здесь возводились станции и железнодорожные узлы. Вглубь страны, на Урал и Сибирь. А дальше война, Западная Украина, сражение, помощь в эвакуации. Победу бригада встретила во Франкфурте на Одере. За образцовое выполнение боевых задач награждена Орденом Красного Знамени. За овладение Познанью ей присвоено почетное номинование «Познанская». Пять бойцов стали героями Советского Союза. А после отгремевших сражений воины-железнодорожники занялись восстановлением народного хозяйства. С 1979 года пятая отдельная железнодорожная познанская краснознаменная бригада дислоцируется в Абакане. Сегодня ее воины тоже выполняют поставленные задачи. За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевого задания военным в торжественной обстановке вручены медали. На сегодняшнем празднике гораздо меньше людей, чем когда-то бывало. Потому что очень многие ваши коллеги, соратники находятся именно на западе страны, защищают интересы государственные нашей страны. И я уверен, что те слова пожелания здоровья крепчайшего и благополучия для них также важны. Не остались без внимания и почести ветераны службы. Они удостоены награды 50 лет Байкала-Амурской магистрали. Из рук главы Абакана принимают военные благодарственные письма и памятные значки. Продолжение следует...